Трубы у нас холодные, воды вот открывают, бежит вот так, то есть она абсолютно холодная, даже не теплая, не намека никакого на гарантию. О базовом комфорте жители одного из микрорайонов Новоалтайска уже позабыли. Не вымыть посуду в теплой воде, не принять душ, вот уже полтора месяца не могут тысячи людей. Район, где я живу, воды никогда нет летом. То есть вот в позапрошлом году у нас три месяца ее не было, в прошлом месяца полтора-два. Ну и вот опять, сейчас опять обещали четвертого включить, до восемнадцатого опять продлили. У нас дом старый, проводка тут старая, это менять проводку полностью в туалете, чтобы поставить водонагреватель. Дом Екатерины обслуживает городская котельная номер один. И этим летом на объекте проводят масштабный ремонт. Долгое отключение воды не просто вынужденное, а экстренная мера, рассказывают представители новоалтайских теплосетей. Котельная номер один отапливает половину города. И с момента запуска с 60-х годов ее ни разу не ремонтировали. Износ теплотрассы достиг 70%. Минувшей зимой уже приходилось устранять прорывы. Масштабность реконструкции настолько велика, что тот объем магистрали, объем котлооборудования, он просто не позволяет в физическом варианте сделать это очень в сжатые короткие сроки. Это не просто регламентная работа, я хочу подчеркнуть. Это работы по капстроительству. Котельную модернизируют по федеральной программе обновления энергообъектов со степенью износа более 60%. Работы проходят в несколько этапов. В прошлом году заменили магистральные сети. Сейчас делают пристройку к основному зданию, где поставят два новых котла по 15 мегаватт. А также меняют основной трубопровод. После завершения всех работ по реконструкции котельной номер один позволит городу дополнительно увеличить мощность плюсом еще 30 мегаватт. К имеющимся уже 30 мегаватт, что даст возможность строительства новых домов, подключения данных домов, то есть ориентировочно где-то 20 тысяч потребителей. Установку трубопровода планируют завершить до 18 июля. На этом работы в котельной не закончатся, но горячая вода в домах новоалтайцев должна появиться. Добавим, это первое обновление котельной такого масштаба за всю ее историю. Мария Мацайова, Владислав Ковалев. День с толком.